Китай увеличил инвестиции в исследования и разработки. Поселок в провинции Джэцзян стал национальным центром производства ракеток. Китайские эксперты рассказали о важности вовлечения граждан в решение общественных проблем. Жители Поднебесной провели праздники в кино и на природе. Расходы Китая на научные исследования и опытно-конструкторские работы увеличились в прошлом году на 8,4%. Они превысили 3 триллиона 300 миллиардов юаней, сообщил Госстат КНР. Немного выросла и доля таких расходов в ВВП. Сейчас она составляет 2,65%. Наиболее активные исследования и разработки развивают в 12 китайских регионах и мегаполисах, включая Пекин, провинции Гуандун, Джэцзян и Дзянсу. Там вложения в инновации перешагнули отметку в 100 миллиардов юаней. Поселок Шангуань в провинции Джэцзян – это родина бамбука, а заодно – китайских ракеток. Именно здесь находится крупнейшее в стране производство инвентаря для бадминтона. В поселке с населением в 8 тысяч человек выпускают почти 80% ракеток в стране. Объем местного производства в прошлом году превысил миллиард юаней. Такое успешное предприятие обеспечивает более половины доходов поселения. Развитие спортивной индустрии положительно отразилось на занятости и благосостоянии местных жителей. Многочисленные производства обеспечивают работой рядом с домом, что очень удобно. В поселок стала возвращаться молодежь. Юноша и девушки открывают свой бизнес или руководят семейными предприятиями по производству ракеток. Ракетки из Шангуаня хорошо известны и за пределами Китая. Местные производства сотрудничают с клиентами из Германии, Великобритании, США и стран Юго-Восточной Азии. «Наше уникальное торговое предложение заключается в высокой концентрации производителей и поставщиков в одном месте. У нас невероятно разветвленная цепочка поставок. Мы работаем даже на международных платформах». Жители Шангуаня и сами от мала до велика играют в бадминтон. Этот вид спорта стал частью местного образа жизни. Новую волну популярности по всему Китаю в бадминтону обеспечили Олимпийские игры в Париже. Как выглядит народная демократия в Китае и почему это эффективный способ решения общественных проблем, обсуждали на Афинском демократическом форуме. В частности, о сходствах и различиях восточного и западного подходов говорили на дискуссии с символичным названием «Диалог Аристотеля и Конфуция». Эксперты отмечали беспрецедентные проблемы на мировом уровне, связанные с ростом популизма и национализма. И в то же время подчеркивали, сегодня глобализация остается важной и устойчивой тенденцией. Президент Центра Китая и глобализации Ван Хуэйяо заявил, что для решения современных проблем необходимо извлекать уроки из истории древних цивилизаций. Он также напомнил об основных принципах народной и консультативной демократии в политической системе КНР. Чиновникам всех уровней для успешной работы нужны высокие моральные стандарты и большая ответственность. Именно поэтому Китай смог вывести из нищеты 800 миллионов человек и стать второй по величине экономикой в мире в рекордно короткие сроки. О концепции народной демократии и как она отражается на принципах социализма с китайской спецификой на форуме подробно рассказал директор Института права Академии общественных наук КНР Мо Цзэхун. Его выступление было признано одним из самых ярких. Афинский демократический форум проходит с 2013 года. Это международная площадка для обсуждения прав человека и демократии. Шоу фонарей, традиционная опера и представления с элементами боевых искусств. Это лишь малая часть развлечений во время каникул по случаю дня образования КНР. Так в провинции Хубей можно было побывать на вертолетной экскурсии и с высоты полюбоваться необыкновенными пейзажами. В провинции Шаньдун и Синьцзянуйгурском автономном районе провели культурные мероприятия, главным героем которых стал китайский дракон. А в провинции Хэйлунзян туристы отметили национальный праздник восхождением на горы. Многие жители Поднебесной во время каникул традиционно отправляются в кино. В этом году комедийные фильмы показывают впечатляющую статистику. Среди 10 самых кассовых картин года пять комедий. У кинотеатров есть много общего с соцсетями. Зрители ждут контента, который поможет расслабиться. Комедия – это именно такой жанр. Главные комедийные премьеры этой осени – «Операция панда» и «Ковбой из хутунов». Звездный актерский состав гарантировал успех обеим лентам. Только за первые два дня каникул по случаю 75-летия КНР выручка от продажи билетов на 10% по сравнению с прошлогодним уровнем. Фильм «Операция панда» скоро можно будет посмотреть и за пределами Китая. Права на показ уже купили 17 стран и регионов мира.